20 сентября состоится мероприятие, которое называется «Московский марафон». Как ни странно, беседовать мы будем с актрисой. Катерина Волкова расскажет нам, приветствую вас, что это такое. Прошу. Ирина, расскажите, почему ваше участие в марафоне объясняется чем? Тем, что вы в принципе по жизни бегаете. А я вообще представляю на этом марафоне благотворительный фонд «Жизнь как чудо». Собственно, я с ними начала дружить недавно. Тяга к благотворительности у меня присутствует давно. Но раньше я как-то точечно помогала, когда ко мне обращались, писали мне письмо с помощью помочь ребенку больному. Или люди, оказавшиеся в такой сложной жизненной ситуации, что они не могли собрать деньги на операцию. Я на своих концертах собирала, продавала диски, отдавала деньги. А вы как-то проверяли эту информацию? Потому что масса вообще мошенничества такого рода в Фейсбуке. Это просто по такой неофициальной статистике три четверти такого рода обращения, они на самом деле имеют характер авантюры. Да-да-да, я это тоже учла. И на самом деле сначала я, прежде чем туда подписываться, например, благотворительный фонд «Жизнь как чудо», я, собственно, подружилась с Алексеем Машковичем. Это Борис и Алексей, они как бы учредители этого фонда. И, собственно, они мне все показали, как это действует, куда уходит, чего. И, собственно, фонд занимается детьми с проблемами и заболеваниями печени. То есть это такие онкологии, гепатиты, и когда деткам нужна трансплантация печени. Вот. И зачастую фонд помогает малоимущим семьям. Для меня это доставляет истинное какое-то моральное удовлетворение, когда я прямо знаю, что вот я кому-то помогла. Ну, вам раньше приходилось принимать участие вот в такого рода спортивных мероприятиях? Потому что 10 километров вы бежите. 10? Да. Ну, в общем-то, как? Ну, это много. Да. Ну, мне кажется, что да. Ну, это забег, да, считается, даже не марафон. Марафон 42. Я вообще хочу посмотреть на эти 20 тысяч человек, которые вот уверены в своих силах, что они пробегут 42 километра. Я 10-то тогда, потому что, ну, я занимаюсь спортом, конечно. Но для меня... Какого рода спорт? Ну, у меня есть фитнес-клуб, у меня есть йога, у меня есть парк, где я, собственно, вот так чередую бег с... Парк в Переделкино, да? Ну, в Переделкино, да. У нас лес Чоботовский, знаете, там прекрасные места, сосны, собаки у меня еще. Так что я вынуждена с утра заниматься пробежкой и вечером, потому что собаки... А собаки для детишек появились или это параллельно? Дети сами по себе появлялись, а животные сами по себе? Ну, собаку я привезла первую из Одессы. Я там снималась 4 года подряд, 4 лета. У меня первое лето вот без моей любимой Одессы. И когда я вышла на Дерибасску, я увидела просто какой-то невероятных двух щенков. Причем они с папой были еще, с большим голден-ретривером. Вот, и, собственно, влюбилась в первый раз я в собаку. И она летела со мной уже из Одессы в Переноски, в Баган... Ну, вот в этом отделении специальном. А потом сестру ее отдали и отказались от нее уже в Белоруссии. И мне пришлось еще забрать еще ту. То есть там такая география животных. Так что у нас, да, и белорусская сестра, и украинская. Кто гуляет с ними? Ну, все по очереди дети. Я, собственно, всегда... Дети бы имеют в виду, наверное, прежде всего Богдана. Богдан, Саша, сейчас Лера старшая. Ну, даже в большей степени Саша вообще просто от собак не отходит. Если Богдан там может уткнуться в свою книжку, там, или там в iPad, как все дети сейчас имеют эту ужасную наклонность. Вот. Ну, все с удовольствием как-то. Собаки, это у нас такая радость домашняя. А у вас старшая вообще общается с младшими? Ну, я имею в виду старшая дочь с двумя... Ну, конечно, она сейчас вот с ними сидит и готовит их к школе, уроками занимается. Ну, сейчас два месяца каникул, она учится в Германии. На кого? Ну, это не странная профессия для меня. Знаете, психология, социология, это для меня как-то вот непонятная профессия. А в Германии на каком языке? Она немецкий? На немецком, да. На немецком. И еще она танцует. Вот. Это единственная, наверное, какая-то артистическая такая наклонность, которая, наверное, передалась от меня. Вот. И серьезно, причем танцует. Я так скептически была, относилась к хип-хопу, знаете, вот эти, пилон. Для меня пилон – это стриптиз. Я такая, она мне прислала фотографии, я говорю, как там учеба? Она мне присылает фотографии, где она там какой-то шпагате на этой, как она называется? Ну, я не знаю, да, шесте. И я такая, боже, то, что я-то родилась в Советском Союзе, для меня это, кажется, что это стриптиз. А нет, это, оказывается, акробатическое направление. А что решение было насчет Германии? Это какое-то коллегиальное, или она сама решила? Это абсолютно ее было решение, потому что она училась в немецкой школе. С первого класса, собственно, немецкий язык, потом по обмену. Это была бесплатная тоже школа, потрясающая, кстати. Вот, и столько любви, на самом деле, я вот прям, в силу моего отсутствия, как мамы, я прям с огромной благодарностью педагогическому составу школы нашей. Ты же 277-й. Просто они столько любви дали. Спасибо им огромное. А с отцом поддерживаете отношения? Ну, я имею в виду про Валерию с отцом, с нашей дочерью. Нет? Нет. Так вот, она по обмену влюбилась в мальчика, и, знаете, это самая лучшая мотивация выручить езды. То есть я смотрю, она по скайпу все время шпрех-шпрех, думаю, нормально. И все, она потом сдала вот этот шпрех-диплом на какой-то очень высокий балл, и ей предложили поступить в Марбург, в будущем университете. А пойти по стопам матери вообще такой опции не рассматривалось, Валерии? Ну, вот как-то особого рвения она не сделала, и я, собственно, и не настаиваю. Ну, потом, я считаю, что актерская профессия это или есть, или нет. То есть? Ну, как бы, либо ты вот, ну, она ходила на пробы какие-то там, да, или еще чего-то. Я ее толкать не собиралась, не собираюсь, и вообще никого не собираюсь. Ну, а вы же для себя, наверное, не сразу выбрали, вы ведь на дирижера, по-моему, учились, если я не ошибаюсь. То есть в какой момент вы для себя решили, что Катя Волкова актриса? Ну, вот случайно случилось, потому что мама принесла мне объявление, по объявлению, короче. Сколько лет вам было? Мне было уже, тебе скажу, ну, 20. Угу. Понятно. То есть у меня уже Лера была. Угу. Не жалеете ни разу? Профессия-то такая, в общем, ну, вы зависимые люди, зависите от конъюнктуры, от предложений, от воли режиссера. То есть никогда не было сожалений. Нет, совершенно не жалею, рада и счастлива, потому что, и только сейчас осознаю, на самом деле, насколько это интересная профессия, потому что я, конечно, человек, который любит разнообразие во всём. Вы сразу подумали о мужчинах. Ну, у вас это прозвучало так, что да, что подумал. Нет, 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 но я имею в виду, что я люблю, я подвижный человек, я люблю общение с людьми, знакомство новых персонажей в моей жизни, которые мне дарит судьба учителей. Никаких минусов этого ремесла вы не ощущаете? Ну, и бывают, конечно, сложные командировки, когда долго детей не видишь, скучаешь. Да, вот вы же всё время рассказывали там про Одессу, вы там в Одессе. Ну, Одессу я с собой брала детей, конечно. А, так вы детишки видите? Потому что я не могу лишить их этой радости. Море, солнце и прекрасного того города, и людей потрясающих. Столько юмора, улыбок, это как же можно? А в этом году вы сказали, что впервые не поехали, это вот в связи с ситуацией? А, да, в связи с ситуацией наши съёмки отменились. А, съёмки просто отменились. Ну, вот у меня четыре года подряд там были съёмки, это же не просто так, как бы, да? А теперь уже у меня там друзья. И, в общем, как-то... А съёмки чего? Ну, вот должны были там снимать продолжение «Форцы», может, вы видели. Это история 60-х годов, а это уже 70-е, должны были уже к 80-м ближе. Вот, должны были Одесса, потом Санкт-Петербург. В общем, походу это отлагается ещё на некоторое время. А вот вы как-то, в принципе, в ход за ситуацией, которая развивается, ну, там, и на Юго-Востоке Украины, в Киеве как-то следите? Вы знаете, я как раз снималась, я полгода жила в Киеве, как раз, когда начинался Майдан. Угу. И ходила туда, и, конечно, была воодушевлена, и была вместе с украинским народом, и пели вот этот... Когда все пели гимн, меня это настолько шокировало. А когда все вот кричали, что кто не скачет, то и москаль, скакали? Вы знаете, никто, вот ни разу ко мне, значит, меня я не испытала на себя национализма какого-то, или кто-то мне там что-то, и съёмочная группа, и все люди, которые меня окружали, и мы никогда, ни разу ничего подобного. Только любовь, дружба, мир и вообще. Я не знаю, мне кажется, это... Я не хочу говорить о политике. Я вообще приняла когда-то такое решение, что я не хочу к этому иметь никакого отношения. Я за мир во всём мире, за любовь и за человеческие нормальные отношения. Потому что я, опять же, мать троих детей. Я хочу, чтобы мои дети в мире. Вы знаете, когда идёт война, очень сложно быть за мир во всём мире, понимаете? Но тем не менее. Это всё хорошо, когда война не началась, когда начинают дети гибнуть. И понятно, что не наши с вами дети, но дети гибнут. И, в общем, здесь всегда приходится выбирать сторону. Потому что те люди, которые говорят, я нейтральный, и мы всех любим, они, в общем-то, оказываются врагами и для той, и для другой стороны. Это очевидно. Всегда так бывало, когда, в общем, война. Да. На самом деле, я понимаю, что... У нас, от нашей семьи, простите, Евгения, перебью. От нашей семьи есть один на войне, а я вот на мире. Знаете, война и мир. Вы имеете в виду бывшего супруга? Да. Эдуарда Лимонова. Эдуарда Лимонова. Ну, да, он, кстати, в общем, такой человек, который достаточно чётко артикулирует свою позицию. И он, кстати, меняет свою позицию. Хотя в нашей культуре почему-то считается, что надо придерживаться тех или иных установок. Хотя ведь меняется контекст, правильно, меняется информация. Мне кажется, что люди должны быть как-то гибче в том смысле, что можно пересмотреть. Личный такой, да, вот как личность, он может не то, что подстраиваться, он, значит, он растёт, у него что-то меняется. Мне кажется, это показали того, что человек умный. Потому что вот упёртость какая-то, вот что там вот... Всё же изменилось, мы же в другом мире упомянули, да, вот наше с вами советское прошлое. Ведь мы сейчас совершенно в другом мире живём. А некоторым кажется, что мы по-прежнему живём в Советском Союзе. Да. Я знаю таких людей, как наши родители, которые невозможно ничего им объяснить. И что уже, ну давайте лучше съездите куда-нибудь, ну отдохните в Европу, посмотрите мир. Нет. Ты вот на чёрный день себе не сэкономила, вот ты не умеешь жить, ты сейчас всё растратишь, а потом... И вот это невозможно перебороть. Вот какой-то момент, что вот страха, понимаете, это, наверное, вот как-то вот в Советском Союзе, люди в нас это вогнали жёстким молотом. Ну вот обидно, мне кажется, что вот... Некоторые бывают случаи, когда вот я в Гоа жила там с детьми ещё маленькими, и там, когда я видела, как молодые люди привозили своих родителей, которые сначала тоже говорили, ой, это Индия ужасная, это вообще никогда в жизни антисентария, куда вы ведёте моих крошек, моих кровинушек, по поводу своих внуков. И вдруг у людей менялось вообще мировоззрение, они видели эту красоту, это какое-то отсутствие времени и скорости жизни, а просто наблюдение там закатов, рассветов, падающих кокосов и, не знаю, просто гуляния по песку. Вы упомянули страх. Вам бывало когда-нибудь страшно в жизни? Бывало. Нет, не за кого-то, а вот просто вот страшно. Ну, конечно, я же живой человек, мне кажется, у каждого бывает. Понятно, но вы же актриса, и актрисы, они всегда в образе. И может, составить на это образе, что мне никогда не было страшно, я не понимаю, о чём вы говорите. Нет, я живой человек, я никакого образа, мне не интересно. Мне было страшно, могу сказать, когда я согласилась участвовать в такой шоу, реалити-шоу «Жестокие игры». Когда нас привезли в Аргентину, я, собственно, видимо, в какой-то иллюзии предбывала, что это как-то всё телевизионная программа, что это ничего страшного. Гламурно всё, да. И когда нас начали вот так заматывать, знаете, сухожилия, вот эти колени, чтобы, не дай бог, не травмировать, одевать каски, там, я вдруг и увидела вот это выстроенные декорации, как аквапарк. И вот эти препятствия, которые надо было проходить, кстати, это тоже о спортивном, о спорте, да, что надо быть всегда готовым. Потому что тебе позвонят Спилберг, я не знаю, и предложат роли боевики, а ты скажешь, а как же, ну, сейчас я потренируюсь. Нет, вот профессия артиста, она, конечно, в этом смысле сложная, что нужно быть всегда в форме. Вот меня поражает, как голливудские актёры легко, то, что они худеют, я как бы понять могу, но то, что там Касталлоне для роли, там, определённой набрал 20 килограмм, вот вы бы согласились, там, прибавить 10-15 килограмм для какой-то роли, которая вам, ну, по нраву? А сейчас уже нет. Почему? Потому что будет сбрасывать сложно или почему? Ну, я не хочу. Просто, ну, это тоже вопрос цены. Понятно. А приходилось вообще отказываться от ролей тех или иных когда-нибудь, от предложений? Ну, приходилось, вы знаете, как раз вот выходит, выходит фильм «Саранча» Егора Баранова, да. Наверное, он где-то будет в ноябре, где я прям отказывалась, потому что моя героиня там погибает, причём умирает так некрасиво, что... А я была в таком прекрасном, знаете, как бывает вот в жизни такой подъём, мне так хорошо, вот всё прекрасно, я сама себе нравлюсь, наконец. Конец. И причём это так вот в 40 лет началось, знаете, как... И вдруг какая-то гармония, и я читаю сценарий, и вот и там я так умираю, и как это так ужасно, это некрасиво, и мне это страшно даже, как это будет. Меня вызывают с Одессы специально навстречу. Я еду и думаю, всё, я сейчас придумываю текст, как я сейчас буду отказываться от роли. И, в общем, я прихожу, и там Петя Фёдоров, замечательный артист, значит, который мой партнёр, и Егор Баранов гениальный. И я говорю, ребят, я подумала, я вот, знаете, не хочу умирать, потому что я в своей роли проживаю, вот это... Я не хочу умирать просто, у меня сейчас не то состояние, я не хочу жить. Они так смотрели на меня, так говорят, Катя говорит, мы к тебе так привыкли уже. И ночью как-то и согласились. А что это по жанру за лента? Это эротический триллер. Ух ты. Первый в России, который представлялся, кстати, в Каннах в этом году. Вот. И у меня там, конечно, страшно драматическая роль. Не буду больше ничего говорить, но я там умираю жутким образом. А то есть там вам пришлось сниматься в каких-то таких сценах? Ну да, там есть эротические, такая провокационная сцена. Вот. Ну, собственно, еще выходит фильм «Родина» Петра Буслова, не менее гениального режиссера. Я сама фильм не видела. Вот там я вот тоже... Было страшно мне, потому что мне нужно было сесть на мотоцикл, причем такой спортивный, Ямаха. Вот именно вот с... Я это езжу на скутере, конечно. То есть у меня вот был момент, когда меня просто придавило этим мотоциклом на повороте. И я не могла никак встать. И, слава богу, там какой-то израильский байкер, который сзади меня ехал, меня спас. Ну, это был дубль, да? То есть это... Не-не-не, это, конечно, сначала отпустили тренироваться. А, вот так вот. Чтобы потом я в дубле могла 90 градусов так проехать. Но мне нравятся такие моменты, когда я испытываю себя, когда я что-то приобретаю, когда я чему-то научилась, да? И я даже горда тем, вот... Или когда поднимаешься там на гору Гималая, да? Там, и ты стоишь, вот там, а-а-а... Или на Мачу-Пикчу. Вы были, да? Да. В Гималае? Когда? И с чем? Просто. Просто я была, ходила по священной тропе, в храм 3000 лет, которому храм Шивы. Это священная тропа, куда уже там нет ни мотоциклов, ничего, там только пешком. Вы знаете, я обратил внимание, что вы когда говорите о коллегах, вы никогда не используете слово актеры, а говорите артисты. Вам слово актер кажется интенсионно неверным или в чем дело? Знаете, у меня мастер, Вячеслав Сергеевич Шалимов, который был еще в Ярославле, до Захарова, он нас как-то, знаете, приучил, что актер это как-то исполнитель, а вот артист это художник. Артист это есть художник в оригинале, да. Ну вот поэтому как-то мне больше нравится, когда я артистка все-таки. А у вас есть в профессии кумиры? То есть люди, которыми вы вот восхищаетесь. Да. Кто это? Татьяна Друбич. Татьяна Друбич? Да. Вот вы меня поразили сейчас, а объясните. Я имею в виду кумиры, знаете, и в профессии, и в человеческом плане. Ну, который вот даже вот эта, ну, женщина, артистка, врач во всех смыслах, которая помогает невероятному количеству людям, которая занимается хосписами, которая имеет встречу со смертью, знаете, это для меня и может быть при этом оставаться легкой, светлой и нести свет. Она потрясающий человек. Вы знакомы хорошо? Да. А у вас вообще много людей в среде? Ну, я имею в виду, когда я говорю среда, я имею в виду богемную. Там, не знаю, художники, актеры, артисты, режиссеры, с которыми вы дружите. Вы не работаете, не вступаете в коммуникацию в силу служебных обстоятельств, с которыми вы просто вот дружите. Ну, немного. Я могу сказать, что у меня нету много друзей. Их быть много не может, в принципе. Наверное, на Фейсбуке их там очень много. Да, но вот так вот лично я дружу с Дашей Кемасовой. Например, она мне симпатична как артистка и как человек, и как женщина, да. И я почему-то, ну, просто прониклась. Мы вот снимались как раз в Киеве, в Одессе. Это такой сериал «Влюбленная женщина». Скоро он тоже должен выйти на экраны. Вот. И тоже у нас четверо там и Кати Климова, и Равшана Куркова. Или Куркова, как она. Вот. Очень было здорово. И также подружились. Ну, просто у нас у всех такие графики, у всех семьи. И очень сложно, на самом деле, встретиться в Москве. Вам приходилось разочаровываться в людях? Опять же, не в профессиональном отношении, а в человеческом. Я знаю. Ну, вы знаете, нет, пожалуй. Потому что я все равно оставляю шанс для человека быть, сделать что-то для того, чтобы исправиться. Вы знаете, единственное, что нельзя поправить в нашей программе, у нас всегда финал выстраивается вот на этой игре вправду. И как это выглядит в этом красном мешочке? Есть фишки разных цветов. Ну что? Что нужно делать? Всяять красный мешочек. Красный мешочек. Так. Выбрать фишку. Выбираю фишку. Это... А, белый цвет – это свободный. Вопрос любого цвета вы можете выбрать карточку. А, любого. Да. Кручу-верчу, запутаться хочу. Это наподумать, да. Так, вопрос наподумать. Пробовали ли вы мясо животного, которого не принято есть? Какого? Знаете, я вообще мясо не ела, я вегетарианка. И, соответственно, ни животного никакого я не пробовала. А как давно вы вегетариантами? Вы же изначально вряд ли были, это не очень было распространено, мне кажется. Животного. В Союзе вегетариант. Ну да, наверное, родители у меня, конечно, и бабушки, меня пичкали пельменями, резали баранов в деревне. Это было ужасно. Это в деревне, это Томск? Нет, в Томске я родила. Вы родились в Томске, а выросли в Тольятти. Нет, в Тольятти, да, выросла я в Ульянской области, в деревне Старой Печеур. Вы знаете, окруженная просто вот так лесами непроходимыми. Я там собирала землянику, грибы, я знаю все травы. У меня бабушка научилась разбираться во всем. И мое самое счастливое детство было в деревне. Когда вы последний раз там были? Мечтаю опять туда попасть и отвезти всех своих детей, но не получается. Это надо ехать 700 километров. Представляете, как я далеко забралась? 700 километров надо ехать на родину, а отбежать 20 сентября Екатерине придется 10 километров. Пожелаем ей успеха и всему этому мероприятию. Спасибо вам. Спасибо.